Это же Сигма, это убийца, да? Это не убийца, это бизнес. Это же серийный маньяк или кто он был? Это бизнесмен, спасибо. Семейный бизнесмен. Алло. Алло. Здравствуйте. Ну елки-палки, да уже никто не ответит. Здравствуйте. Тишина была в трубке. Акционерное общество «Свой банк». Меня зовут Сидорова Наталья Игоревна. Разговор записывается. Дмитрий Олегович, это вы верно? Да, это я верно все. «Свой банк». Вот название всегда интересно мне было, кто придумывает такие названия. «Свой банк». Хорошо, введу вас курс дела. 1048 рублей. Пене 594 рубля 77 копеек. Шрочные проценты 12. 2 часа позже. 6 рублей 2 копейки. Вот проценты. А как же ноль процентов? Таким образом. Таким образом. Надурили меня. Для восстановления в графике. Надурили меня. Надурили меня. Надули. Просто нагло обманули. Сказали ноль процентов, а в итоге процентов вон сколько насчитали. Сколько процентов вам насчитали? Да капец. Вы сейчас сколько насчитаете? 12 рублей вам. 12 рублей вам насчитали. А вот это вся остальная там история. Не, не. А почему? 12. Дело-то, понимаете, комиссии, да, вот эти все. А ноль, это же, понимаете, ноль, зеро, ноль. Ноль! Даже чуть-чуть уже не ноль. Все равно обманули. Обманули. 18 тысяч 185 рублей 13 копеек. 18 тысяч. Дмитрий Олегович. Вы находитесь 127 дней просроченной задолженности. В чем причина? Ну, потому что ничего не вношу. Вот она причина очевидная. Поэтому и в задолженности. Что еще раз? Ну, потому что ничего не оплачиваю, поэтому и в задолженности просроченной. Причина-то очевидная. А почему я не оплачиваю? А, вот так вопрос. Так вы формулируете вопрос-то корректно тоже-то же. А почему я не оплачиваю? Ну, потому что обманули меня. Нас просто надули. Обманули. Обиду в себе. Затаил обиду, как говорится. Зла не помню, вынужден записывать. Вот и записал. Дмитрий Олегович, вы взяли денежные средства в 3 месяца. Один раз в 3. 22.11. Вы вносите переводом на карту 2300 рублей. И все. Больше минимальных платежей. Я в курсе. Да, я в курсе. Так я вот, я, ну, меня обманули. И я тем же, как говорится, этот закон бумеранга тоже решил вас. Ну, вот так. А как вас обманули? Вы договор не читали? А какой там договор? Карта, господи. Там не договор. Там совсем другие вещи. Там этот, как его, соглашение. Это не договор. Я читал там. Попробую. А вы сами-то его читали? Условия. Вы его сами читали? Условия обслуживания, да, вы эти условия обслуживания сами-то читали? Нет, конечно, что же. Даже если бы захотели их почитать, все равно ничего бы не поняли. Там специально так написано, чтобы никто ничего не понял. И даже сотрудники этой вашей, свой банк, ничего не понимают, что там написано, как это вообще. А вы готовы оплатить сегодня, крайний день, завтра? А почему крайний день, завтра? Скажите, пожалуйста. Что после завтра будет? Так, чтобы не просвеченные задолженности. А что будет после завтра? Ага. Да. Что будет после завтра? У вас, думаю, будет измениться. Понятно, что изменится. Это и есть. Вот эта категоричность с этим и ограничивается, да? Крайний случай. Крайний срок. Не реализируйте, а в чем причина? Только обманули. 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 Только это буквально банально, но все-таки для меня это аргумент. Я ранимый и очень обидчивый человек. Салам алейкум, денег нет. Кто тебя объезжал, брат? Это. Угу. Да. Так по суду, если суд обратится, что у вас будет согласен? По суду, пожалуйста. Суд меня не обманывает. Суд меня не обманывал. Если будет у вас определение на руках, и оно меня устроит, не потребует никаких возражений, ходатайств. А что это не подпускает? Ну, если я буду с этим согласен. Ну, потому что вы же заявите... То есть, по суду вопрос? Немножечко нивелирую ваши аппетиты. Ну, а так, да. Конечно, достану смартфон и сразу же исполню решение суда. Суд-то меня не обманывал. Суду я доверяю. А вас, вот видите, вы обманули. Кто вам сказал, что вас обманули? Я вам говорю. Мне не понравилось то, что мне обещали и что я в итоге получил. Раз такое дело, значит... А что вам обещали? Ноль процентов. Ноль. Ну, ноль процентов, но за обслуживание карты-то у вас должны высчитывать, правильно? Должны высчитывать, а я думал, что не должны. Так у вас кредитная карта нигде есть. Да, да, но зачем говорить, что эта карта ноль процентов? На дурачка, а я себя дурачком не считаю. Вот вы наткнулись на недурачка. Михаил Олегович, если бы вы значили денежные средства... Подождите, подождите, как ваше имя, отчество еще раз напомните? Наталья Игоревна меня зовут. Наталья Игоревна. Так вы же про суд сказали. Чего вы пыль поднимаете? Все, что с этим вообще демагогию разводить? В суд так в суд. Давайте в суд уже. Чего? А на вас подавали хоть раз в суд, скажите, пожалуйста. Вы знаете, что такое? Смотрите, Банк Открытий, Русский Стандарт подавали на меня в суд. И я возражение написал им, вернули иск на доработку и тому, и другому. И, в общем-то, и все, уже три с половиной года они больше не идут в суд. Но мне тоже там не понравилось кое-что. Что у меня второе образование, точнее, это первое образование юридическое. И я как хобби для себя это держу. Так если юридическое образование у вас есть, что же вы с договором-то не ознакомились? Я в том-то и делал, что это не договор, а условия обслуживания. И так а что? Ну, чтобы мог не брать, а мог и брать. Это же, как говорится, обоюдные риски. Более того, Банк это юридическая организация. Это вид деятельности основной. Ну, думаю, ну что ж, поддержу структуру банковскую. Тем более, я знаю точно, что банк не свои деньги в кредит отдает. Более того, вообще не деньги. Они получаются в итоге деньгами, когда люди нормальные их, в общем-то, превращают в деньги. А выдают-то виртуальные, написанные на бумажке в компьютере. Люди должны отдавать уже настоящий. Человек не может взять и нарисовать, и отдать тот же самый такой рисунок в банк. Человек должен реально какие-то действия предпринять, чтобы эти деньги уже обрели какое-то свойство, нагрузку, полезность. Так банк и делает настоящие деньги из ничего за счет простых людей. Светлый Олегович, вы являлись инициатором заключения договора и заключили его на условии? Нет, смотрите, если вы найдете где-нибудь доказательство своего заявления, я, может быть, соглашусь с доказательством, что я инициатором являлся, может быть, объявление рекламного характера, где я ищу способ взять в долг деньги. А если я найду объявление о какой-нибудь телерекламе, где ваш банк рекламирует себя как, собственно, инициатор, вот в этом случае, таких он полно, даже на окнах в любом банке висят эти баннеры, предлагают взять кредитные карты. Так что инициатором является кредитное учреждение, более того, это его форма существования, деятельности. Я не инициатор, я поддержал. Да, да, я согласен, конечно, да, что у меня юридическое образование. Ну и что? Так ты поймите, договор, любой договор, это гражданско-правовые взаимоотношения. Договор составляет банк. Это юридическое лицо. В споре между юридическим и физическим лицом, физическое лицо является более слабой, менее защищенной стороной. Понимаете? Вот. И здесь нельзя как аргумент выставлять вот эту историю, что договор вы подписали. Да, договор. Гражданско-правовые взаимоотношения возникли. Разногласия во всех этих взаимоотношениях решаются в судебном порядке. Тем более, вы сами предложили мне это. Да, бланк. Вы можете ожидать проверки на предмет мошеннических действий. А зачем это? Зачем на это время тратить? Скажите, пожалуйста. Вы вот зачем это говорите? Соломного кодекса Российской Федерации. 159.1. Предоставление неверной информации, заведомо ложной информации при оформлении займа или кредита. Как вы тут это будете инициировать? Я понятия не имею. Зачем вы? Вы пытаетесь психологически надавить манипуляция? Обычная манипуляция запрещена 230-м федеральным законом. Вы смотрите, договоритесь, я жалобу ФССП напишу. Ваш свой банк штраф отхватит. И вас регрессом накажут еще. Лично вас. Быдло ты ебаная, блядь. За словами следи. Да, это называется такая, есть, такой термин есть, процесс регресс. Юра лицо выплачивает штраф и наказывает должностное лицо непосредственного виновника нарушения. А в чем я нарушила сейчас данную информацию? Ну, вы пытаетесь психологически надавить на меня? Говорите, что 150... Нарушаете природу наших возможных юридических взаимоотношений. 159.1 здесь нереализуемо. Вы за словами следите. Берите после работы методички какие-то, закончики почитывайте, каналы соответствующие в интернете смотрите. А вот, если примите решение и бросите эту работу ни к чем. Найдете нормальную, пойдете там посуду умыть, я не знаю, что вы еще можете. Вы можете только взять и оплатить ваш долг. Нет, а могу взять и не оплатить. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Реклама остается неизменным. Оплатить в полном антюме в установленные сроки. Да, пожалуйста, это ваше право. Требуете 307 статья. Вы вправе требовать, я вправе воздержаться. Дополнительный номер есть. Вы не вправе воздерживать. 307. Я же вам говорю, почитывайте законы. 307 статью почитайте. Вы тоже дайте законы, Дмитрий Олегович. Хотите, я вам ее наизусть... Хотите, я наизусть вам эту статью под номером 307 сейчас? Глаза вам открою. Хотите, нет? Если вы юридически хорошо все статьи знаете... Нет, все статьи никто не знает. Поверьте, никто все статьи не знает. Дополнительный номер есть для связи? Это вот что за... Если вы знаете все статьи, дополнительный номер есть для связи. Как это может быть связано? Вы, барышня, изо всех сил пытаетесь себя выставить идиоткой. И у вас получается. Я вас могу поздравить. Дополнительный номер есть для связи? Зачем вам этого не хватает? Я зафиксировал. Так надо было сразу это сделать. Чего вы опозорились по полной программе? По полной программе. До свидания. И вам не кашлять. Хотите 307-ю прочитаю статью? В силу обязательства одно лицо-должник обязанно совершить в пользу другого лица-кредитора определенное действие. Как-то передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и тому подобное. Внимание. Либо воздержаться от определенного действия. Акредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Почитывайте. ПКМ, почитывайте. Это знать надо! Это классика, блядь! Не будет лишним вам. Ну, в смысле как? В процессе, пока вы работаете, может быть, это и лишнее будет. А вот для принятия важного решения, в вашем случае жизнеутверждающего, покинуть эту работу, ох, как это хорошо вам поможет. Ну, конечно, придется признать, что вы идиоты и идиотничали какое-то время. Ну, лучше, как говорится, вовремя очухаться, чем прозябать дураком всю оставшуюся жизнь. А таких много. Алло, алло, Серега, здорово. Да, кто это? Ты слышишь, еще раз взгляну мою Вальку в магазине, откуйсь от, я тебе приду, ебал, расплачу. Ты меня сейчас запонял? Да-да-да, понял. Все, давай. Вальку. Ты мою Вальку в магазине отхуесосил. Что за Санта-Барбара, блин. Слышишь, ну ладно, не мое дело, конечно, но если бы, условно, мою Вальку кто-то бы отхуесосил в магазине, я бы не звонил, я бы пришел, ебало бы разнес. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, компания «Аденьги» Каурск, Евгений Викторович, у меня осталась петициозапись разговора. Юрий Андреевич, это вы правильно? Здравствуйте, Евгений Викторович, слушаю вас. Это вы, Юрий Андреевич? Да-да-да-да. По поводу задолженности, звонок, у вас просрочка 13 дней, 18 тысяч 915 рублей 71 копейка, 14 тысяч это основной долг. И 4 915, 71 копейка остальных начислений. Уточнить хотелось бы по поводу оплаты, почему не оплачиваете займ аж, когда внесете платежи. Да, что-то у меня этих займов, честно скажу. И я вот смотрю, ну все вроде рассчитал, и 13 тысяч в кошельке, это излишки лежит, думаю, ну блин, вроде должно все разойтись. Вот сейчас вы позвонили, я сообразил. Теперь это получается, вам надо заплатить. И тогда все нормально будет. Сегодня оплата поступит от вас. 13 тысяч хватит? 18 тысяч 915 рублей 71 копейка необходимого. У меня только 13. Ну, нужно еще 5 тогда найти. Ну, это тогда от себя оторвать. У меня бюджет строго расписан на продукты, на коммуналочку, на детей. Ну, здорово, я от каждого оплаты фиксирую с вашей стороны, Юрий Андреевич, документы будут переданы в стороннюю компанию буквально сегодня-завтра. Я что, почему? Я же 13 готов заплатить. 13 тысяч рублей. Нет, вы детям, детям своим 13 оставьте, и женам, и уши. Ну и пожалуйста, блядь, ну и пожалуйста, биздук, и нахуя мне это нужно? И всем остальным мальчикам. Кому хотите, оставьте 13 тысяч. Каким еще мальчикам? Осуждаю. Я мальчиком ничего не говорил. А как это вы тогда? Сегодня в полном время требования компании ваш долг платить. Если вопрос не решаете, готовьтесь к законным последствиям. Больше подтверждать не буду. До свидания. А нет, будете же звонить, вы всегда звоните. К мальчикам. Мальчиков он вспомнил. Пидарас. Пидарасина. Алло. 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 Здравствуйте. Слушаю, здрасте. Профессиональная коллекторская организация «Эверест». Подскажите, Елена Александровна, знакома вам? Вы забыли свое имя сообщить. Еще раз? Вы забыли сообщить мне свое имя. Нет, я вам представилась полностью инспектор Козельская Дарья Николаевна. Сейчас так и есть. А до этого нет. Не было этого. Елена Александровна, вам знакома? Подскажите. Нет, понятия не имею, кто это такая. Извините за беспокойство. Всего доброго. Еще что-то? Алло. 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 Да-да-да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдем с выгодным предложением вначале представлюсь. Меня зовут Федоров Александрович. Серьез взаимов «Екапуста». Увы, как раз интерфин. Серьез взаимов. Разговариваются. Любопытно. Интересно. Руслан Абдулович? Да-да. Руслан Абдулович с вами разговаривает, да. Что за выгодное предложение у вас, Александр Александрович? Будьте добры, пожалуйста, уточните этот раз, чтобы мы точно понимали, что общаемся с вами. Если вас не затруднит. Глупости никогда не делал, делать не собираюсь. Александр Александрович, у вас есть предложение? Есть ли? Есть. Докладывайте. Нет. До свидания. О каких глупостях вы говорите? Ну, персональную информацию незнакомым людям, звонящим с сотового телефона, я рассказывать не собираюсь. Ну, значит, вы, получается, не Руслан Абдулович. Нет. Это выводы глупого человека. Ну, если вам комфортно так жить. Вам, получается, комфортно нас оскорблять теперь? Конечно. Чтобы, как бы, рассказать. Нет, я просто свое мнение высказал. Вы можете его не принимать к себе, аргументируете. Вот вы звоните с неизвестного номера телефона и говорите, назови дату рождения. И для меня вы выглядите, ну, минимум глупо. На самом деле, как кретин какой-то, сбежавший из дурки. Ну, это неперсонализированная такая история. Просто говорю, как чувствую. Мне похуй. Я так чувствую. Я не могу молчать. Ну, чувства вы оставьте при себе. Почему? Вы же мне позвонили, и я буду со своими чувствами. Это же не я вам позвонил и пытаюсь вам рассказать о своих чувствах. Это вы мне позвонили. И вот вы продолжаете настойчиво отставить позицию кретина. Вот уже сейчас, уже персонализировано. Ну, потому что вы все для этого делаете. Ну, я так понимаю, вы просто антиколлектор какой-то. Может, еще что угодно понимать. А что за антиколлектор? Это как? Я, вы с вами понимаете. Непонятными фразами вы изъясняетесь. Доброго до свидания. Дальше даже неинтересно с вами разговаривать. Наоборот, интересно. Почему нет? В Е-Капуста им разрешают не пылить. Ну, типа, раз, все, почувствовали, свалили. Оно туда приходит иной раз вот эти вот, ну, из старых, как говорится, со старой закалкой из тех еще рядов. И они вот пытаются, хотя это не свойственно Е-Капусте. Я их всегда хвалю. Но меня радуют все Е-Капусты. Они иногда бывает, вот, разводятся на такую историю. Прикольно. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Алло. Я слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Алексей Юрьевич, это вы, Верн... Да, это я, вы кто, простите. Да, это вы. Меня зовут Шевалея Эдуард Александрович. Шевалея Эдуард Александрович. Компания веб-займом, какая академическая ведется запись разговора... Роскошная, Роскошная. Алексей Юрьевич, звонок в компании веб-займом, какая академическая ведется запись разговора... Звонок в отношении Чевич Дулгова 8 739 рублей и 84. Позвольте, я к вам буду шевалье обращаться. Просто это уже по-другому не смогу. Это очень крутая ситуация. Шевалье. 29 дней на просроченной задолженности. Я бы тоже, если бы родился с такой фамилией, я бы тоже, наверное, не учился бы, ни дальше ничего бы не делал, как вы. Вот бы дурковал. А что, с такой фамилией мне жизнь удалась сразу. А в конце там можно, ну, не в конце там, а как старше стал, да, пошел в коллекторскую шарагу, да, и все. Да, да. Моя фамилия Кузнецова-то я только видел было. Моя фамилия Кузнецова, прикинь. Шевалье, блядь. Ну, натуре, блядь. Круто. Не, ну, круто. Я сейчас без урони и круто, честно. Ты не прикалываешься. У тебя реально шевалье фамилия? А я тебя слушаю. В школе вот по ходу этой фамилии-то как у тебя вот жизнь складывалась? В школе там и где-то... Давайте каждый будет заниматься тем, что хорошо умеет. Кто-то кататься на мотоциклах, да, кто-то работать. Я не очень хорошо. Ну, видишь, ты про себя ничего не сказал. Про работу сказал, про мотоциклы сказал. А вот неужели он думает, что он работой хорошо, какой-то заниматься умеет? Шевалье, блядь. Лайк, лайк, чуваки, ставьте ему лайк. Кстати говоря, у нас есть майка. Вот такая, она на озоне продается. И в ней можно и на мотоцикле кататься, и работой заниматься, и еще просто отдыхать. И тут написано конструктивный диалог, и это очень круто. Это называется приобщение к процессу деколлекторизации. Да, ну и не забудьте, друзья, подписаться на наш канал. Это очень важно. Дело в том, что процесс деколлекторизации, как я часто говорю, без вас, ну, он с места не сдвинется. Конечно, основную работу делают вот эти вот, шевалье им подобные. Яка пустые и тому подобное. Шушера. Ну да, им обидно это осознавать, но благодаря им процесс деколлекторизации, в общем-то, существует. Не было бы их, не было бы нашего шоу, нашего канала, не было бы клиентов у компании Алям в таком количестве. Были бы они, конечно, никуда бы не делись. Людям помощь нужна. Но вот, говорю, грустно им осознавать в Коломасе, что их работа помогает очень хорошо. Ну, вот я же говорю, 80% клиентов компании Алям приходят с YouTube, с канала, с ВК. Так вот, им тяжело это осознавать, что они, выполняя свою работу, направленную ровно в противоположном направлении, невольно огромную помощь оказывает компания Алям. Будет людей, ну, мы будем, а, ну, типа, отормошим людей на нашем канале, демонстрируя это шоу. А они все делают, собственно, своей работой для того, чтобы у нас это шоу продвигалось. Поставьте лайк всем Ишевалией и всем остальным, если вы в ВКонтакте смотрите Сердечко, кто не в курсе. У нас YouTube канал был когда-то основным, сейчас мы в ВК развиваем, и это нужно делать. В ВК ролики выходят в 6 утра, YouTube в 18.00, и поддержите ВК, если кто не подписался, ВК нырните, ребят. Канал растет, спасибо всем, кто принимает участие, пишите там комментарии, активность проявляйте. И здесь пишите, и ВК пишите, я не знаю, кто где смотрит сейчас, короче, и там, и там пишите. Плюс мы есть, естественно, в ТикТоке, в запрещенном Инстаграме, также в Делега, и все ссылки в описании этого, любого другого ролика. А если нужна юридическая защита, к вашим услугам специалисты компании АЛЯМ в формате бесплатной консультации для всех людей, кто на территории России находится, где бы вы ни жили, ни находились, какие бы у вас соотношения с вашими кредиторами ни сложились. Будьте вы на Сахалине, в Магадане, я не знаю, что там, в Калининграде, в Мурманске, в Санкт-Петербурге. А, в Санкт-Петербурге другая история, можете прийти к нам в офис, на шпалерную 34, ну, тоже через форму запишитесь, да, ставьте свои данные, вам позвонит специалист, скажите, я хочу прийти лично поговорить. Пожалуйста, приходите с понедельника по пятницу, с 10 до 18, вы можете записаться, прийти, побеседовать напрямую с юристом, который работает в нашей компании, у нас таких очень много. Ну, вы придете, увидите большой офис, приятная, комфортная, уютная переговорочка, кофе, чай, печенюшки, если вдруг захотите, все для вас. На сегодня все, как всегда, я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким, друзья. С вами был сегодня, как и всегда, Дмитрий Кузнецов, до завтра. Дмитрий Кузнецов, до завтра.